ПЕСНЯ У нас, знаете ли, тишина в школе. И только слышна музыка. А это уже культура. И поэтому, конечно, пропитано все любовью к детям, любовью к музыке, уважением к родителям. Название концерта «Музыка народов мира» выбрано не случайно. В школе занимаются дети разных национальностей. Их связала мелодия, ведь ее понимание происходит на особом интуитивном уровне. Вместе с учениками выступают педагоги. Этот ход оправдан и во многом развивает юные дарования. Исполнение учащихся и педагогов на одной сцене – это задуманная наша творческая форма, методическая. Потому что педагоги подстегивают, придают спокойствие ребенку. То есть это все форма работы. Юбилейный концерт собрал лауреатов международных и республиканских конкурсов, стипендиатов специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, хоровые и оркестровые коллективы школы. Среди суматохи можно заметить юного застенчивого скрипача. Он трепетно держит инструмент в руках и собирается с мыслями. Ведь когда выйдет на сцену, постарается, чтобы до каждого зрителя долетел звук его души, его скрипки. У нас самый главный солист в ансамбле. Его чарующая скрипка, конечно, покоряет всех и все о нем говорят. Потому что, ну, действительно, небольшой вундеркинд, я считаю, в наше время. Музыка для меня – это все. Когда я уже буду в 60 лет, я тоже буду играть на скрипке, не буду переставать заниматься по 6-7 часов, потому что это мне очень нравится. Она живая, конечно. Вот если взять всю скрипку, то она будет похожа на человека. Вот это, например, голова, это туловище, а это руки. Я задаю вопросы, она мне на них отвечает разными звуками. Говорят, что для успеха необходимо 10% таланта. Остальное – усердный труд. Но не только он является ключевым в развитии способностей ребенка. Юрий Башмет, известный альтист, всемирно известный, писал в своей книжке автобиографической «Главное, не талантливые дети, а талантливые родители». Что очень все сильно зависит от контроля родителей. Конечно, он не должен быть очень сильный, чтобы ребенок потерял всякий интерес. Но он должен быть очень слабый, чтобы ребенок уходил в сторону и недооценивал то, чем он занимается. Бабушка и дедушка Никона – актеры, мама – музыкант. Благодаря поддержке близких мальчик чувствует уверенность в себе и в правильности того, что делает. Он в духе, в этом творческом духе растет, воспитывается, ходит в театр, ходит на выставки. И я очень этому рада. И, соответственно, он с удовольствием занимается и музыкой, потому что это все взаимосвязано. А юный музыкант Матвей Митьковец на «ты» с кларнетом. Мальчик уже привык к сцене и постоянным выступлениям. На его счету не одна серьезная награда. И он готов поделиться некоторыми секретами. Когда ты должен все нюансы, все это сыграть, штрихи красиво, чтобы вот этот вот ваш зал, вот так вот все кричали «браво», хлопали, то это уже надо заниматься много. Если музыка такая печальная, то тоже сделать какое-нибудь печальное лицо, можно делать какие-то движения красивые. То есть просто вот так вот стоять, как робот, это некрасиво просто будет, и зрителям станет просто скучно. Коллектив школы очень сплоченный. Каждый ученик и педагог ощущает себя частичкой чего-то прекрасного и значимого. Поэтому у этих людей получается творить. Они сильны в своем единстве, в своей любви к музыке. Это второй юбилейный концерт, будет еще и третий в апреле. Как заверила директор школы, ни один номер не повторится, ни один зритель не останется равнодушным. Помогайте своему ребенку раскрыться, и весна в вашей душе поселится навсегда. Вероника Росинская, Илья Максимов. Утро. Студия. Хорошего настроения.